Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небесной Жизни. Сегодня будем разбирать такую вещь, как гильдия. Ну что ж, в конце я буду говорить от себя, а вначале просто прочитаю свой сценарий, потому что, в принципе, готовил его, по нему я и буду работать. Значит, первое, решите вообще, для чего вам гильдия нужна. В принципе, как видите, здесь есть ивенты, но тут крайне важно понять для чего. Первое, для того, чтобы просто играть с друзьями, но чаще всего, чаще всего, друзья, не стремятся к топам. Это просто фановая атмосфера, периодические выходы, заходы там, ну и так далее. То есть, ну, редко встретишь ответственных союзников, друзей, да. Лично у меня так. Может быть, у вас прям реально есть 15 друзей, которые готовы двигаться к топам. Если да, то гильдия однозначно для вас. Стремитесь к топам вместе со своими друзьями, это просто мастхэр. Ну, даже, вот скажу, даже два человека, даже один друг, это уже мощно, который готов реально вот с вами до конца быть. Второй вариант для развития и стремления в топы. Тут, конечно же, однозначно надо тогда брать, ну, если у вас, допустим, нет друга, то, в принципе, такая цель тоже может быть. Что это значит? Это значит, вы берете и ищете, скажем так, игроков, которые готовы вам помогать в этом деле, которые тоже имеют приблизительно эту цель. Как это определить, имеют ли они такую цель или нет, поговорим об этом чуть-чуть позже. И третий вариант, для чего нужны гильдии, это просто для доп-контента, то есть просто гильдейские боссы, например, да, там пытаться их убить. Или просто гильдейские рейды. На самом деле ничего страшного нет, проиграете, ничего страшного, с вас ничего не спишут, выиграете, тоже ничего страшного, получите бонусы. Не выиграете, но ничего страшного, ничего не получится, ну, там, мини-бонус получите. Вот. Это первое, что нужно решить. Второе, это правила, которые у вас будут. Во-первых, правила должны быть, как минимум, в вашей голове. Другие игроки просто будут видеть, кто не присутствует в гильдии, да, или кто кикается. Таким образом, они примерно для себя это уже смогут сами понять, потому что лично я до сих пор не нашел, где можно написать что-то для своей гильдии. Вот. Значит, у меня лично правила такие. Два дня без помощи клану в рейдах или убийствах босса – кик. Два дня АФК – тоже равно кик. Почему так строго? Да потому что пока кто-то сидит на шее у вашего клана и вообще никого импакта не вносит, другие тратят время, пытаются прокачаться, тратя время на рейд босса, на рейд клана, да, и другие, как бы, моменты, вот. Пытаются занять более высокую строчку в списке, получить больше наград за, вот, попадание в топы. А какой-то Вася сидит у вас просто на шее и вот за старание всех ваших союзников получает бонус в виде левела, ресурсов, опыта, гемы. Типа, вам этот Вася нужен? Как бы толку от него ровным счетом ноль. Я считаю, что такие союзники должны быть просто лесом. Вот, поэтому я считаю, первое – это лишний балласт. Второе – это человек, не приносящий пользу, то есть это как и первое, да, лишний балласт. И третье – цель кика любого уважающего себя клана. Потому что если человек сидит и ничего не делает, и даже в чате не написал какое-то оправдание, если, братан, извините, у меня там экзамены, ну или там, не знаю, ЕГЭ, буквально недельку не смогу играть. Реально это можно понять. Если человек для этого офигеть как хорошо помогал, а тут бац, и перестал играть, да, типа, ну, можно посмотреть, как бы, может быть, он еще вернется, ладно. Вот. То есть, грубо говоря, недельку игрокам, которые у вас там реально были топами, помогали вам, их можно, конечно, простить, действительно, если они в хороших списках числятся, то, конечно, можно. Третье, что нужно сделать, это создать черный список, если, конечно, не лень. Вот. Нужно будет записывать все, кто были кикнуты за какие-то косяки, да, или просто афкашили. Если вдруг он все же вернулся в ваш клан, то вы можете дать ему шанс. Либо, если он опять накосячил, то взять, поставить, ну, утвердить, что он больше в вашем клане не будет, поставив, например, плюсик напротив вашего, ну, напротив его никнейма, да. Вот. И чтобы больше там вообще не допускать его в свой клан. То есть, в блокнотик, например, это сделали, или в заметках, или, ну, где угодно. Вот. Это третье, что нужно сделать, если вы, конечно, хотите реально заниматься управлением клана. Четвертое, это создать людей, которые не приносили пользы. То есть, это либо не ходили в рейд, либо не ходили в этот самый, рейд на босса. Но, опять же, если человек не ходит в рейд на босса, но ходит в рейды на кланы, то это человек приносящий пользу, как бы. Но просто он, допустим, там, ну, и почему-то не ходит на босса. Допустим, потому что босс убит, толку ему его убивать, да. Он получит свою минимальную награду за убийство общего, общими силами босса, а лично не получит, как бы, там, минимальную вот эту, ну, типа, и пусть, как бы. Думаю, ему это не сильно важно тогда. Вот. Но, типа, если от игрока есть хоть какой-то импакт, то, ну, это того стоит. Вот. Так, 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 так. Хотя, на самом деле, то и другое можно посмотреть. Вот просто зайдя, к примеру, сюда, да, вот, допустим, здесь посмотрим. И видим, что слева это то, что вы получили за последнюю неделю, вроде бы. Или за сегодняшний день, точно не помню, но вроде это за последний ивент считается. То есть, если мы зайдем в комьюнити, гильдрейтинг, да, и вот посмотрим, да, то здесь мы получим все наши суммарные награды за, ну, грубо говоря, вот за неделю, видимо, да. А потом они сбрасываются и пересылаются в правую сторону. То есть, смотрим, вот, допустим, суммарно, я за все время 25 миллиардов накопил. Вот. И дальше уже по списку идет все ниже, ниже, ниже. Но, то есть, здесь можно, в принципе, определить, кто за все время хорошо отыгрывал, кто за все время вообще ничего не делал. Именно по этим моментам. Если вам критически это важно, вы можете записывать изменения, если там изменений нет на протяжении долгого времени, то можете вздумываться о кике. Если он, допустим, конечно, помогает вам с боссами, то, как бы, лучше, наверное, этого делать не стоит. Потому что, если вы зачищаете всех, вот, в этом моменте, да, если заходите в рейд, у вас зачищено все, да, то есть, то зачем вам, как бы, чел, который дополнительно будет просто там чуть-чуть бить, когда вы сами справляетесь. То есть, ну, это можно простить. Вот, но боссы, конечно, крайне важная тема. Пятый, это игроков набирают по рейтингу, потому что ориентироваться на рейтинг, поэтому нужно ориентироваться на рейтинг. А он, в свою очередь, уже показывает силу игрока. Какой рейтинг выставлять? Делите свой рейтинг на три и ставьте набор. Таким образом будет начальная база. А затем они будут повышать свою силу, вы будете уже потом это делать чуть-чуть на десяточку, например, увеличивать, да. Да, вот. И они уже будут либо подниматься вместе с вами, либо будут кикнуты за бездействие. То есть, допустим, к примеру, у меня сейчас рейтинг стоит 450, этого проверить нельзя, это надо брать, нажать. Заключительно написано Open Invite, да, то есть, могут вступать все. Берем, нажимаем и выставляем рейтинг, допустим, 450. Ну, потому что у меня сейчас он был 450. Вот, и теперь все, кто от рейтингов 450, могут вступить в вашу гильдю, но они ниже. В этом все главная фишечка. Значит, сама реализация, да. Вот, допустим, вы взяли, создали клан, и вам кажется с таким крутым названием, и думаете, а почему никто не идет? Ответ прост. Игрокам задаром не сдается клан начинающий, который имеет нулевой уровень, который не факт, что будет развиваться, не факт, что там глава ответственная, и не факт, что там сильная глава. Вот. Ведь за уровень, да, самого клана вы получаете бонус по фарму, бонус по ресурсам, бонус по уровню и так далее. То есть, от того и тянутся люди, которые много играют. Потому-то и требование должно быть минимум 1 треть вашей силы от рейтинга, чтобы они не были балластом нулевым, который не сможет босса убить, и помочь вам, да, и чтобы они не были балластом в рейдах. То есть, вы, допустим, убиваете самых сильных, берете на хай, выставляете. Кто не знал, когда заходим в рейд, любую атаку нажимаем, и вот здесь можем менять снизу, рядом с auto battle, да, auto attack, high или lowest. Lowest rating мы нападаем на самых слабых, highest на самых сильных. Ну, это, я думаю, со временем вы должны были бы понять. Вот. То есть, берете, делаете рейды, таким образом вы поднимаетесь по уровню, как понять уровень клана, какой берете, заходите в мой остров, и здесь будет написан уровень, то бишь, ну, тир, да, тир вашего острова, это и есть уровень клана. И другой вариант есть, если он, конечно, у меня будет работать, сейчас проверим, я вроде бы, потому что глава, поэтому не уверен, что у меня будет работать. Нажимаем армия, айтемы, и здесь должна быть табличка клана. Кажется, у меня ее нет. Да, кажется, у меня таблички клана нету. Короче, у ваших участников есть такая табличка клана, они могут нажать и проверить ее тир. То есть, ну, это тоже такой вариант, но это вы можете сами еще проверить, когда играете в чужом клане, она у вас будет. Вот, но у меня нет, поскольку я глава. Вот, начиная с седьмого уровня вашего клана, когда вы вдруг уже там сделали много рейдов соло, да, вам подтянутся новички, первые новички, которые будут готовы вам помочь. Начиная с девятого уровня клана, будут идти люди, которые видят, что клан развивается, и будут готовы вступить, чтобы преодолеть вместе с вами последний рывок в один уровень и стать десятом левелом, который, в принципе, вроде является максимальным. Вот. Но тут уже должна быть ответственность. Еще раз повторю, что ваш клан дает ивенты сильных союзников и сплоченных игроков, которые хотят двигаться вперед, занимают топы и сами становятся сильнее. Поэтому, если среди вас будет слабое звено, которое ничего не делает, и это будет деморализовать игроков, заставлять их сомневаться в том, что вы вообще хороший правитель, впоследствии чего, скорее всего, будут искать более ответственную и целеустремленную гильдию. И седьмой момент, это за неделю или две АФК гильдия будет передана другому игроку. Поэтому, если вы хотите этим заниматься, возьмите на себя ответственность. Есть еще один момент. Я тоже как раз-таки АФК шел, поэтому, собственно, очень много гильдий я передал. И создание гильдии стоит вроде бы 999 миллионов. Это очень мало, учитывая, что есть такая штука, какая-то конквест. Сейчас, здесь вы получаете вот этот самый 999 миллионов. Буквально, как вы видите, за где-то пару секунд. То есть, секунд, ну, меньше, чем, короче говоря, за минуту вы получаете этот самый 999 миллионов. Вы можете создать новую гильдию, которая, в свою очередь, уже будет пытаться как-то идти вперед. Вот. Вот что я хочу сказать. Сейчас еще что-нибудь придумаю. От себя я хотел добавить, да. Вы можете действительно создавать гильдии и АФК шить. И можете вообще воспринимать гильдии, как просто временный бонус для усиления. То есть, если вдруг вы решили там АФК шить, либо кикнули всех из гильдии, да, и поставили нереальный рейтинг для набора, тогда гильдия останется с вами, если вам просто принципиально название, да. Либо вообще убираете гильдию, передаете ее кому-то другому, и тогда действительно можете потом создать новую гильдию и развивать ее заново. Почему так? Да потому что, если вы какой-то там 300-й левел, примерно как и я, да, то для вас достичь 9-го левела гильдии, поверьте, очень легко будет и очень быстро. Вот. Все. На этом я закончил. Надеюсь, что гайд для вас полезен оказался. Буду очень рад, если вы дадите обратную связь в комменты, чего, может быть, не хватило. Вот. Но я вот такое мнение, лично такой я подход использую. Вот. Стремиться в топы, достичь большего и бездельников кикать. Вот по поводу моего момента, видим, написано, как понять, что человек АФК, что написано, today, 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 и написано 1 день, да, вот, у человека с ником win0. 1 день это значит АФК, то есть 1 день назад он был в игре, поэтому, грубо говоря, игрок уже идет в потенциал на кик. Если 2 дня, кикаем однозначно. Ну, видим, что вообще чел попал к нам с рейтингом 366. То есть, ну, игроки, видимо, очень старенькие, которые у нас давненько были. Вот. И, конечно же, как я и говорил, лучше создать список для того, кто участвовал в гильдии на босса. Потому что, ну, допустим, вот сегодня у нас в список АФК-шеров попадает Эйс, Йони, Тигр, Драгон, Дарк, ну, вообще, не суть. Давайте я скажу, что я хочу сказать. Чтобы не париться, берете, создаете ячейки, да, в которых пишите никнейм, сверху пишите рейт, снизу пишите босс. И если вдруг, ну, допустим, там нету ничего, да, нету ни плюсы, ни минусы, точнее, даже плюсы можете не ставить, просто минусы. Если чел АФК-шет по боссу, ставьте один минус. АФК-шет еще раз, ставьте еще раз минус. Вот. Но если вдруг он участвует в гильдейских рейдах, то лучше поставьте все-таки плюсик в гильдейском рейде, чтобы видели, что он реально, как бы, несет пользу. То есть это уже, как бы, вы сами реализовываете. Можете в Excel это сделать, можете в блокнотике, ну, лично мне в блокнотике удобнее, конечно, думаю, списком в Excel будет попроще. Вот. То есть, еще раз говорю, ответственность от вас должна быть, и ответственность от игроков, с которыми вы играете. Иначе гильдия развиваться не будет. Спасибо за понимание, надеюсь, ролик оказался еще раз для вас полезным. Всем пока, до новых встреч, пока-пока, всем добра.